Казанцам негде жить, кажется, пришла осень, вылечить рак реально, какие-то инохранят стены КФУ. Всем привет! В эфире Универньюса, в студии Карина Саяхова. Раис Республики Татарстан Рустам Миниханов наложил вето на застройку под Казанью. Почему стройка временно заморожена и что способствовало этому решению? Узнаете в сюжете нашего корреспондента Аделины Абдрахмановой. В республике наложено временное вето на выдачу разрешений на строительство жилья в Казанской агломерации. Туда входят Казань и прилегающие регионы. Пестричинский, Лаишевский, Высокогорский, Верхнеуслонский и Зеленодольский. Однако наиболее проблемными являются Лаишевский узел и Куюки. Соответствующее решение принял Рустам Миниханов. По словам Ильсуры Медшина, мэра города Казань, из-за активного строительства в соседних районах сложился дисбаланс, который приводит к избыточной нагрузке на инфраструктуру столицы Татарстана. Ну вообще, конечно, проблема назрела давно, наверное. То есть пробки, это уже не секрет, наверное, на всех въездах в город. Особенно в пятницу вечер выезд из города. Постоянные пробки. То есть регулировать это нужно. В том числе уж в республике принято было решение и о создании института пространственного планирования РТ, который как раз-таки будет планировать и начал заниматься уже казанской агломерацией. Планируется работа также и над Камской агломерацией, и Альметьевской в рамках деятельности института. Одной из главных причин по заморозке разрешения на стройку стала большая загруженность дорог. Горожане часто сталкиваются с пробками. Особенно это касается центра в час пик. Выезд из города тоже достаточно проблематичен. А наличие новых жилищных комплексов лишь усугубит ситуацию. Не исключено, что вместо многоэтажек примут решение реализовать индивидуальную жилую застройку. Она дает меньшую нагрузку на социальную инфраструктуру и дороги. Помимо проблем с дорожно-транспортными путями, казанцы столкнулись с еще одной трудностью. Поселки есть, а школ и больниц нет. Это происходит потому, что дорожная и социальная инфраструктуры не успевают за темпами жилищного строительства. Опять-таки это от объема застройки будет зависеть. То есть можно и ЖС строить на большей площади, и количество жителей примерно сохранится. То есть тут идея такая, что разрешение выдано на определенные участки. То есть они ограничены, и соответственно, конечно, застройщику выгодно строить на квартирные дома. Ну, то есть построенные уже, наверное, вряд ли снесут, да, и будут строить и ЖС. То есть, а уже на новых, ну, это просто как элемент сдерживания дальнейшего роста пробок. Отметим. Застройщики заверяют, что на их деятельность это решение кардинально не повлияет. Хотя объемы ввода жилья в регионе могут сократиться. Риэлторы не исключают, что это может привести к повышению цены квадратного метра. Однако наличие новых домов не исключает заторы на дорогах. Как отмечают специалисты, для того, чтобы застройка территории могла осуществляться, нужно тщательно разработать дорожный план. Необходимо построить двухуровневые развязки, увеличить площадь дорог. Это все сможет решить сразу несколько проблем. Предотвратить аварийность и сохранить свободное передвижение машин. Комплексно подходить к этому вопросу развития уличной дорожной сети, понятно, не успевает, да, за застройщиками, да. То есть, ну, вот у нас, в принципе, вот сейчас Горьковское шоссе должно ввестись в эксплуатацию, расширено до трех полос. Вознесенский трак, дай бог, в этом году сдадут. То есть, это тоже должно повлиять на ситуацию транспортную, да. В лучшую сторону наденемся, да. Напомним, что в 2022 году в Татарстане было введено более трех миллионов квадратных метров жилья. Это на 2,7% больше, чем годом ранее. Почти 30% всей возводимой площади пришлось на многоквартирные дома. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. На дворе еще лето. Конец августа деревья практически на всей территории России уже начали покрываться желтой листвой. Обычно первые признаки приходящей осени становятся заметными на деревьях только в середине сентября. Россияне выразили беспокойство. Аномалии это или нет, расскажем далее. Жизнь идет, сменяются сезоны. Но не все обращают должное внимание на естественные изменения природы. Предстоящее наступление осени обусловлено не только унылой и смурной погодой, но и стремительно меняющимися красками. Россияне забили тревогу в связи с ранним пожелтением и опаданием листьев. По словам эксперта, это напрямую связано с летними температурными аномалиями. Однако бояться этого не стоит. Это естественный процесс. Ниас Вагизович, в этом году мы наблюдали довольно активное жаркое лето. Скажите, такое явление предусматривает серьезные пагубные последствия? Например, я отметила, что листья довольно рано пожелтели. Что это значит? Да, на самом деле, вы правильно отметили, в этом году у нас достаточно теплое лето, среднесуточная температура намного выше климатической нормы. Но, несмотря на это, я бы не сказал, что какие-то аномальные процессы произошли. Растения у нас в этом году чуть-чуть испытали стресс. За счет того, что у нас хлорофилл уже потихоньку перестает синтезироваться так активно, начинают выступать другие пигменты в листьях. Это желтые, оранжевые оттенки. И вот это вот явление, когда желтые оттенки появляются, совпадает обычно с периодом наступления осени. Видно по краю листовой пластинки, они бурого такого оттенка. И за ними уже образуются желтые такие клетки, прожилки. Это естественный процесс, который происходит у растений, у деревьев осенний период, то есть пожелтение. Четких дат и границ подготовки деревьев к зимнему периоду нет. У каждой культуры они свои. Липа, например, уже начала менять цвет. Клен и орешник начинают терять листья в разгар сентября. Рябина и береза желтеют в конце первого осеннего месяца. Растения чувствуют приближение осени раньше, чем человек. Подготовка к зиме у них должна проходить заблаговременно. И уже от момента снижения длины светового дня идут необратимые изменения, для людей порой незаметные. Растения за счет своей листовой пластинки у них происходит фотосинтез. То есть они вырабатывают кислород и обмен веществ. По сосудам и тканям у них поднимается влага от корней к листьям. И в зимний период, чтобы растение не теряло влагу, и там уж и кристаллообразующий лед не разрушал ткани, им нужно обеспечить процесс отсутствия зеленых листьев или вообще листовых пластинок. Поэтому они сбрасывают листья к осени. На местах, где сидели листья, образуется пробковый слой. Дерево полностью внутри за счет сахаров влага превращается в такое, скажем, в вязкое вещество. Оно сохраняется. Растения накапливают внутри себя все элементы, полезные для перезимовки. Как только весна наступает, основной химический элемент магний, который присутствовал в стволе, плотно взаимодействует с молодыми листьями и цикл повторяется. Проще говоря, зеленые растения желтеют, магний возвращается в ствол и корни, листья опадают и деревья готовы к зиме, суровой российской зиме. Карина Саяхова, Фарид Захетуглы, Универньюс. В медико-санитарной части Казанского федерального университета прошла Всероссийская научно-практическая конференция и уникальная в своем роде операция об инновационных технологиях в урологии. Далее в сюжете. Всероссийская научно-практическая конференция была посвящена актуальным вопросам урологии и онкоурологии. Ее особенностью стала прямая трансляция прямо из операционной. Специалисты со всей России могли наблюдать в прямом эфире за работой урологов, а также выступить перед коллегами со своими докладами и разобрать клинические случаи. Конференция позволила обменяться опытом и расширить свои знания в области современных методов диагностики урологических заболеваний. Конечно, крайне полезная для нас конференция, в том плане, что мы увидим новые методики, которых пока вживую мы не могли увидеть. Ну, видели, конечно, в Ютубе, в интернете, но вот вживую увидим мы впервые. Эта методика может использоваться не только урологами, но и хирургами в разных областях, и в желчной хирургии в том числе. Эта методика прокрашивает не только урологические структуры, но и сосудистые структуры. Уникальную лапароскопическую радикальную простатоктомию провел президент-основатель Ассоциации молодых урологов России Искандер Абдулин. Врач рассказал, что была представлена новая методика – навигационная хирургия. Это когда врачи пользуются не просто своим зрением, а используют специальный препарат, который при определенном освещении показывает ткани, невидимые в обычных условиях. Препарат «Индоцианин зеленый» довольно популярен за рубежом, однако в России еще не так известен. 19 мая в стенах Казанского федерального университета была проведена первая такая операция в республике Татарстан. У пациента рак простаток высокого риска, это означает, что достаточно агрессивная опухоль, и при таком заболевании мы должны удалять не только органы, но и тазовые лимфоузлы. Как раз навигационная хирургия позволяет сделать более контролируемую лимфодисекцию, убедиться, что все лимфоузлы удалены. В перспективе эта методика позволит находить так называемые сторожевые лимфоузлы, которые в первую очередь принимают удар от опухоли, и в них в первую очередь появляются метастазы. И если под этим контролем удалять только эти лимфоузлы, и на гистологии будет подтверждено, что метастазирования, например, нет, то можно будет отказаться от достаточно травматичной и длительной операции и, в общем-то, улучшить качество послеоперационного периода, не влияя на выживаемость пациента. Коллектив униклиники КФУ сохраняет лучшие традиции. Глубокие научные знания, высокий профессионализм и заботливое отношение к пациентам. Сотрудники урологического отделения выполняют весь комплекс амбулаторного и стационарного лечения в областях урологии, онкоурологии, урогинекологии, реконструктивной урологии и антрологии. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Химический институт имени Бутлерова с точки зрения архитектуры достаточно простой проект. Однако, каким бы легким он ни казался, со строительством здания время от времени возникали сложности. О том, как выдающиеся ученые обрели в Казани свое пристанище. Расскажем далее. Неотъемлемой частью архитектурного облика столицы Татарстана являются исторические постройки. В их число входят и здания Казанского университета. Но если одни корпуса были построены еще во времена Российской империи, другие появились позже, уже в Советском Союзе. Этот период оставил значительный отпечаток. На месте будущих зданий были снесены постройки возрастом более 300 лет. В 1671 году на месте, где сейчас располагается химический институт имени Бутлерова, был воздвигнут Воскресенский собор. На тот момент одна из главных архитектурных доминант города. Казанцы называли его одной из красивейших построек. Однако, с приходом к власти большевиков, участь его ждала печальная. Собор разобрали, а на основе его фундамента построили другое здание. Оно выполнено в лучших традициях сталинского ампира. При этом совмещает в себе и элементы построек императорского периода. За счет этого оно идеально вписывается в архитектурный ансамбль Казанского университета. Строительство химического института началось в 1937 году. И хотя проект по оценке архитекторов достаточно классический, с возведением здания возникло несколько проблем. Во-первых, поскольку фундамент собора был по площади значительно меньше, чем планировалось отвезти под застройку, его пришлось расширять. Из-за определенных технологических нарушений основы будущего здания объединить было сложно. Во-вторых, стройку пришлось заморозить на несколько лет в связи с началом Великой Отечественной войны. Открыл свои двери химический институт в середине 50-х. Зимой, когда мы писали лекции в актовом зале, на третьем этаже, это самая большая комната в нашем корпусе, там было настолько холодно, что ручки обычные с пастой, они замерзали. Приходилось писать, мы сидели в шапках, в шубах, в перчатках, приходилось писать карандашами. Карандаши хорошо переносили в холод, и спокойно можно было лекцию записать. Вот это у меня такая вот память. Но потом, естественно, все это было заменено, отопление было улучшено. Если говорить о внешней составляющей, как снаружи, так и внутри сохранились колонны и лепнина. Хотя здание и выполнено с отсылками на главный корпус, архитектурные элементы в проекте задействованы все же немного другие. Вместо ионических колонн на входе установлены каринские. Он именно такой канонический, с идеальными пропорциями, с такой интересной входной группой, с холлом внутренним. А так он достаточно лаконичный, простой, и такой эталон классической архитектуры. В стенах института функционируют научно-исследовательские лаборатории. У студентов есть возможность не просто разработать какой-то теоретический проект, но и реализовать его на профессиональном оборудовании, в том числе и промышленном. В 2015 году у здания химического института появился новый корпус. Он был построен при поддержке главы республики, Рустама Мениханова и открытого акционерного общества ТАИФ. Внутри него располагаются современные лаборатории и учебная аудитория. На сегодняшний день химический институт имени Бутлерова – ведущий научно-образовательный центр в России. Об исследованиях, которые ведутся в его стенах, вы можете узнать в сюжетах нашего телеканала. Маргарита Михайлова, Фарид Захитагуи, Универньюз. Казанский федеральный университет вновь готовится провести в этом году большое мероприятие для студентов-первокурсников. Оно проводится на территории деревни Универсиады. По словам начальника отдела организации культурно-массовой организационной работы, активная подготовка к 1 сентября началась еще в начале лета, а также была создана новая система по работе с первокурсниками. То есть эта система направлена и на адаптацию первокурсников, и на то, чтобы рассказать студентам о том, что будет. Ну, самое глобальное, что нас ожидает, это 1 сентября. Оно пройдет на базе деревни Универсиады. Ожидаем порядка 5000 студентов-первокурсников. Будет большое шоу, концертная программа. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова